Всем привет на канале мастер css на связи с вами Серега ставьте лайк этому видео обязательно подписывайтесь на мой канал и сегодня мы добьем таблицы по курсу html мастер а именно научимся управлять нашими колоночками в таблице сейчас у нас получается здесь есть всего шесть колонок в табличке да потому что 6 ячеек строке по умолчанию идет и смотрите мы можем управлять каждой таблицей при помощи тега который называется call его можно записать сразу после тега caption и например если мы сейчас запишем call и внутри него пропишем атрибут style в котором через стиле укажем ширину width двоеточие 100 пикселей сохранимся давайте даже 150 что было нагляднее сохранимся обновимся то увидим что первая колоночка у нас стало заметно шире то есть к ней применился этот самый атрибут 150 пикселей через тег call если мы хотим использовать другие колонки то нам просто надо продублировать наш тег call то есть вот так это будет для второй колонки так для третьей так для четвертой так для пятой так для шестой то есть все идет в порядке очередности если мы сохранимся и обновимся то вы увидите что все колонки в нашей таблице стали шириной в 150 пикселей вот так это дело работает теперь смотрите если у нас есть одинаковые колонки в таблице то нам лучше не писать вот этот вот длиннющий код из 6 тегов call а просто напросто добавить специальный атрибут span который объединяет колоночки и так у нас 6 колонок одинаковых поэтому мы ставим span 6 сохраняемся обновляемся и вы увидите что у нас абсолютным счетом ничего вообще не поменялось да теперь давайте сделаем схему чуть чуть посложнее для практики например первая и последняя колонка пускай будут шириной 150 пикселей а вот те колонки которые по центру давайте сделаем шириной 200 и это делается тоже достаточно просто мы сначала давайте здесь уберем span затем заводим ровно три тега call то есть первый это по первая колонка последняя то последняя а вот который по центру это будет наши 4 колонки поэтому здесь мы ставим ширину 200 пикселей и span объединяем на 4 колонки то есть в итоге получается всего 6 колонок сохраняемся обновляемся и видите как изменилась наша таблица то есть вот так все это дело работает теперь смотрите если мы откроем просмотр кода элемента в любом абсолютно браузере то вы увидите следующую картину что все наши колонки они добавились внутрь тега call group то есть тег у нас в коде не задан однако браузер его автоматически добавляет тег call group он группирует колонки по группам и по умолчанию если мы начинаем заводить тег call браузер автоматически добавляет тег call group и объединяет все колонки нашей таблицы в одну группу группы нужны для того чтобы задать какой-то определенной категории колонок ну какой-то определенный стиль например смотрите чтобы было более наглядно видно давайте мы с вами сделаем следующее представим что у нашей таблички вообще точнее не вообще а вот эти колоночки допустим первое потом вот это вот и последнее они должны быть отдельно объедены объединены жирной границей вот такой большущей жирной границей да и и смотрите в чем сейчас отличие кол от кол гроб если мы здесь сейчас например добавим границу к первой и ко второй и к последней колонке ставим и давайте сделаем ее пожирнее по 5 пикселей да чтоб сразу было видно так где у нас колонки идут и обновимся то вы увидите что вот здесь это все работает нормально но если мы ту же самую границу давайте мы ее скопируем ставим в во второй тег call сохраним добавим сюда то вы увидите следующую картину что все наши колонки во второй получается во втором теге call они все начали отделяться жирной границей потому что тег call он обрабатывает каждую колонку но если мы здесь добавим атрибут call group давайте мы изменим call group вот так вот сохранимся и обновимся то картина сразу изначально очень хорошо поменялось то есть сразу видно вот это первая часть колонок вот это вторая часть колонок получается вторая группа а это третья часть колонок третья группа и смотрите теперь внимательно очень важный момент и несмотря на то что написано что можно использовать тег call group как одиночный тег если внутри него не запихиваем столбцы это мы тоже потом с вами разберем но смотрите браузер он автоматически этот тег call group закрывает да и некоторые вот такую структуру используют как я только что сейчас задал что тег call group у них одиночный если внутри его не идет колоночек не указано но будьте здесь внимательны потому что например вот такая структура она полностью развалит вашу таблицу то есть давайте сохранимся об на закрою окошечко обновимся и видим что таблица стала совершенно не такой какая какая была поэтому всегда используйте закрывающий тег например если его сейчас сюда добавлю то наша табличка опять будет смотреться хорошо если мы проверим все по коду то увидим что у нас есть три группы колонок то есть первая группа это первая колонка видим да вот кол этот самый вторая группа это получается следующие четыре колонки и последняя группа это наша последняя колоночка то есть вот так все дело работает если мы например сюда добавим call group в первую колоночку засунем в него и добавим call group в последнюю колоночку то у нас получится вот такой код который изначально идет в браузере то есть браузер автоматически вот эти самые теги call окутывают в call group и желательно если вы не хотите никаких проблем и чтобы во всех браузерах все работало одинаково то конечно же везде добавлять этот тег call group потому что помните что браузер он все равно автоматом все это дело дополнит и так у нас получается теперь есть такая хорошая до таблица все вроде бы нормально в ней теперь давайте представим что вот внутри вот в середине этой таблицы наши колоночки они должны быть разной ширины и вот для этого мы можем прописывать теги call внутри каждого тега call group то есть вот как у нас идет вверху и здесь здесь мы тоже можем сделать то же самое поэтому сначала давайте мы уберем атрибут span и уберем у него ширину 200 пикселей так и вот теперь давайте мы заведем четыре колоночки внутри тега call group итак первая колонка давайте сделаем ей ширину width например в 350 пикселей не помешает так там много текста во второй колоночке мы сделаем ширину поменьше давайте сделаем пикселей 200 так вот 3 колоночки давайте сделаем пикселей 300 пускай будут ширина потому что там тоже много текста и вот в последней колонке у нас текста очень мало поэтому здесь давайте маленькую ширину зададим в пикселей 50 не в 500 а в 50 сохраняемся обновляемся и в итоге видим вот такую таблицу то есть уже все более наглядно и понятно да теперь понимаете для чего нужен тег call group потому что мы группируем колонки по какому-то определенному стилю чтобы их объединить и если у нас внутри колонки должны быть еще как-то отличаться то мы добавляем вот эти самые теги call и добавляем эти самые отличия то есть вот так все в идеале работает так теперь двигаемся дальше давайте немножко дооформим нашу таблицу потому что в некоторых браузерах будет не видна верхняя и нижняя часть например у второй и у третьей группы и чтобы все было нормально мы для тега тхет и для тега тфут давайте добавим эти самые границы так просто их объединим и таким образом наша наша таблица станет еще нагляднее сохранимся обновимся и видим вот как уже начало работать и теперь последний последний момент давайте мы нашу табличку сделаем в ней текст по центру текста line center так сохранимся будет нагляднее да вот так вот и вот эту надпись общая продолжительность жизни 66 лет давайте сдвинем вправо чтобы она и шла вот под этой жизнью да вот под этим столбиком поэтому здесь опять-таки идем самый низ и например сюда для этого т.д. добавляем тот же самый атрибут стайл где пишем текст и line так али и line двоеточие right . запятой сохраняемся обновляемся и в итоге у нас получается вот такая замечательная таблица и и Субтитры подогнал «Симон»